Всем мега-привет! Вы смотрите программу «Мегалада. Рождённые побеждать». С вами Евгений Тюргашкин. Сегодня наша программа будет посвящена подведению итогов гарио-сезона. И сегодня мы с вами вспомним самые яркие моменты соревнований. И также проанализируем отдельные поражения. А в этом нам поможет дать профессиональную оценку президент спортивного клуба «Мегалада» Алексей Анатольевич Степанов. Спортивный клуб «Мегалада» как бы высокопарно ни звучало синоним слова «победа». Это доказано практикой многих лет. С начала 2000-х тольятинские мотогонщики собрали богатейшую коллекцию титулов. Надо ли уточнять, что и в минувшем гаревом сезоне мегаладовцы были нацелены исключительно на максимальный результат. Но побеждать на заказ всегда и везде невозможно. Так в командном чемпионате России тольятинские спортсмены финишировали на третьем месте. Не получилось так, как мы планировали. Ну, бывает, это спорт. Поэтому, в общем и в целом, я считаю, сезон достаточно результативным. Есть над чем работать. Собственно, будем продолжать. Не задалось то, что у нас абсолютно не вовремя получил травму наш ведущий гонщик Глеб Чугунов. То есть, вот, ну как, они не бывают, конечно, это глупое выражение, то есть, их вовремя-то и не бывает, собственно, да, травм. Ну, вот, да, вот так вот получилось. Он получил травму и выбыл, к сожалению, практически на весь сезон, когда все основные гонки определяющие проходили. Вот, а Глеб проходил реабилитацию после травмы. Глеб Чугунов – один из сильнейших молодых мотогонщиков мира. С его именем руководство клуба связывает будущее «Мегалады». Главное, чтобы травмы впредь обходили Глеба стороной. Он приступил к тренировкам, активно тренируется, выступает. Он ездит в польской лиге, в шведской лиге. За нас выступил, вот сейчас во Владивосток. Все хорошо, идет на восстановление, так что с ним все будет хорошо. Постоянно прибавляет в мастерстве и партнер Чугунова по команде Роман Лакбаум. На взрослом уровне молодому спортсмену порой не хватает стабильности. Зато по юниорам в этом сезоне Роману равных в России не было. Достойный результат. Парень доказал, что он может ехать, что он на сегодняшний день сильнейший юниор в России. Ну, я с этим согласен. Хорошее будущее сулят специалисты и многим другим воспитанникам клубной школы. Вот меня, допустим, в этом сезоне очень приятно удивил Евгений Сайдулев. То есть после того, как Глеб Чугунов выпал, то есть у нас появился дефицит в гонщиках юниорского возраста и был привлечен в команду в основные гонки Евгений Сайдулев, где показал себя очень достойно. Он прям удивил всех, начиная там с тренера, болельщиков, меня, да всех абсолютно удивил своим результатом. Он показал очень хорошую, такую мощную, мощную езду. Не всегда у него получалась стабильность, но здесь надо, как бы, здесь, наверное, надо отдать, как бы, и пойти на встречу. Все-таки это его первый сезон, такой постоянный в основной команде. Радуясь успехом тольяттинской молодежи, не оставим без внимания и опытного Виталия Белоусова. Один из ведущих мотагонщиков клуба последние три года из-за сложной травмы был вне игры. И вот в этом сезоне Виталий наконец-то вернулся на трек. Виталий Белоусов – это, знаете, это личность. Вот личность с большой буквы. Парень не прекращает ни на секунду работать над собой. А на сегодняшний день он тренируется, он занимается ОФП очень активно, он тренируется на мотоцикле, то есть он ездит. Вот вчера буквально была тренировка, я наблюдал, то есть я видел, как он ездит по треку. Да, еще не в общей массе, ну, как бы не в общем скупе, да, то есть там нет таких тренировок со стартом, там еще на сумасшедшей скорости. Виталий выезжает один, но это огромнейший успех, это огромная работа, которую он проделал над собой. Он большой молодец. Если Белоусов в этом году одержал свою главную победу вне трека, имею в виду победу над хворями, то Андрей Кудряшов в минувшем сезоне был неудержим на гаревой дорожке. Успехи в соревнованиях как российского уровня, так и международного тому доказательства. Иметь в команде столь маститого гонщика – мечта конкурентов Тольяттинского клуба. Но пока лидер и капитан Мегалады остается в Тольятти. Пока нам не составляет труда, да и вообще мы его не удерживаем. То есть, насколько я понимаю, Андрей все устраивает в нашем клубе, поэтому не планируется каких-то там с его стороны, насколько я знаю, то есть никаких переходов в другие клубы. Поэтому я думаю, что Андрей в 2019 году тоже будет представлять Светами Галады. Он высказал сейчас там свои определенные пожелания для того, чтобы заключить контракт на следующий сезон. Вот, ну, они не сумасшедшие, да, то есть я думаю, что мы их осилим. И я думаю, что Андрей в следующем году останется нашим капитаном. Между тем, Алексей Степанов не скрывает желание команду еще больше усилить, прежде всего гонщикам – легионерам. Но регламент пока сделать это президенту клуба не позволяет. Чемпионат России должен быть открытым для легионеров. Он просто обязан быть открытым для легионеров. Это первое, это самое важное, это для зрелищности. Это для того, чтобы болельщики на трибунах видели вот красивый, хороший, качественный, захватывающий, интереснейший спидвейн, да, то есть они паровозики, выстроенные там в длину, да, то есть из разрыва в мотоцикл между гонщиками. Однако и без легионеров в составе Мегалада в этом сезоне к бронзе командного чемпионата России добавила многочисленные победы в соревнованиях юношей, юниоров и, безусловно, взрослых гонщиков. Но если побеждать на треке можно и без зарубежных спортсменов, то без болельщиков вести погоню за удачей крайне сложно. Поэтому Мегалада никогда не забывает о своих поклонниках. Конечно же, хочется в первую очередь поблагодарить болельщиков за то, что они любят этот вид спорта, за то, что посещение трибун, я уже неоднократно с разными болельщиками разговаривал, то есть это имеет такую, они уже династиями сюда приходят. То есть каждый там пришедший сюда говорит, слушайте, я сюда еще ходил, меня отец водил сюда, там отца, там дед водил, то есть сейчас вот там сына своего привел, да, кто-то с внуками приходит. Вот, поэтому это, конечно же, всегда очень радует, то есть ты понимаешь, что ты работаешь не в холостую, а действительно доставляешь людям удовольствие и, понятно, для кого ты работаешь. Вот, поэтому, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам, кто приходит, кто поддерживает нашу Мегаладу. И, несмотря на этот громкий шум моторов, я их уверяю в том, что гонщики всегда видят, всегда чувствуют наличие людей на трибунах и, как бы, от этого они выступают по-другому. Значительным событием Гаррио сезона, безусловно, стал мемориал Анатолия Степанова. Международная гонка прошла на топ-уровне и подарила болельщикам массу положительных эмоций. Подводя итоги летнего сезона, не сказать о турнире, посвященном памяти Анатолия Степанова, было бы ошибкой. Традиционная гонка, которая собрала на Тольятинском треке сильнейших гонщиков не только России, но и Европы, стала настоящим украшением сезона. Впечатлений, на самом деле, вообще масса. Каждый год прихожу на мемориал Анатолия Степанова, и каждый раз это для болельщиков большой праздник. Спасибо огромное руководству и команде Мегалады за такую возможность видеть такое зрелище. Это очень важно. Важно помнить создателя стадиона, важно помнить, что был такой человек, важно почитать его память. И без того яркие соревнования, по словам организаторов, в будущем обещают быть еще увлекательнее. Так что запаситесь терпением. Самобытный турнир вас еще порадует. До скорой встречи. Всем мега привет! Субтитры подогнал «Симон»!